Всем привет! В этом видео поговорим о том, что российские верфи в Северодвинске, Балтийские и Владивостоке построили новые боевые корабли. Военно-морской флот за минувшие сутки пополнился сразу тремя новыми боевыми кораблями. В четверг российские судоверфи спустили на воду атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». Помимо них, на воду в Северодвинске при участии Владимира Путина также был спущен атомный подводный крейсер «Император Александр III». По словам российского президента, построенные атомные подводные крейсеры не имеют аналогов в мире. Новые суда были созданы инженерами конструкторского бюро «Рубин», а также строителями завода «Севмаш». Помимо только что построенных боевых кораблей, Владимир Путин анонсировал строительство еще четырех новых подводных лодок. Спущенный на воду атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» стал третьим кораблем проекта «955А Бари-А». Подлодки данной серии станут основой морской составляющей ядерной триады России на несколько ближайших десятилетий. Первые корабли этой серии «Князь Владимир» и «Князь Олег» были построены в 2020 и 2021 году. Подлодки проекта «955А» несут на борту по 16 межконтинентальных ракет «Булава», имеющих дальность полета свыше 8000 км и оснащенные системой преодоления ПВО противника. По словам руководителя Объединенной судостроительной корпорации, наши судоверфи в настоящее время настигли советский темпо строительства боевых кораблей, что позволяет выполнять оборонный заказ государства в обозначенные сроки. Согласно неофициальным данным, озвученным ранее рядом российских СМИ, стоимость одного подводного атомного крейсера превышает 23 миллиарда рублей. Для сравнения по оценкам журнала Forbes, стоимость строительства американской подлодки нового поколения CCBNX, которую планируется принять на вооружение в 2030 году, составляет 4 миллиарда долларов или 288 миллиардов рублей.